В Молдове сегодня самый дорогой транзит газа на всем европейском континенте. Я видел заявление Натальи Марак, видел еще несколько политиков. Я вышел с цифрами и показал, что они на 266% подняли тариф на транспортировку газа, что напрямую повлияет, особенно после выборов, на конечного потребителя, то есть на всех людей. Они опять вышли и сказали, что да нет, мы там чуть-чуть подняли тариф, потому что упали объемы транспортированного газа и транзита. Ну, круче, вышли, как всегда, набрали. Я вот подготовился на этом вопросе. Смотрите, румынская компания, вес Молтрансгаз в прошлом году получила в пользование 1560 километров газопроводов от Молдова ГАЗ. У них были свои 120 километров, это проект Унгена Кишинев, который стоил около 70 миллионов евро. Что произошло? Из-за того, что эта компания, значит, эта румынская компания не смогла вернуть кредит 70 миллионов евро, которые были использованы для строительства этого газопровода, они придумали вот эту историю с нашей сегодняшней желтой верхушкой страны. А давайте-ка мы возьмем вот эти 1560 километров газопроводов, которые сегодня по стране передадут им тоже в управление. Тем самым они те 70 миллионов евро кредит распределят на все сети сегодня. Потому что они, получается, 70 миллионов евро вложили, а они ноль. То есть, как газопровод для транзита, то есть, он просто был нулевой. Что сделали сегодня? Я вам покажу в цифрах. Значит, вот 176 миллионов лей, это именно за 2024 год, за этот год, да? Значит, 176 миллионов лей было заплачено гражданами. Янре утвердила эту цифру. Эти 176 миллионов лей были заплачены за использование вот этих 1560 километров газопровода. Что, в принципе, где-то реально, это мнение специалистов не может. Но, в то же самое время, под шумок, вест Молтрангаз, за свои всего лишь 120 километров, он Ген и Кишинев, с людей собрали 168 миллионов лей. Скажите, пожалуйста, а каким образом газопровод 1530 километров длиной и 120 километров получает те же деньги? Вы понимаете, как они дурят людей, лезут к ним в карман? Дальше пойдем. Чтобы они не сказали, что вот, усатый не знает цифр и так далее. Значит, у нас сегодня цена на транзит газа порядка 40 долларов за тысячу кубов. Чтобы вы понимали, нет такой цены сегодня нигде в мире. Дальше пойдем. Вот я подготовился, вот карта, какую камеру? Значит, вот карта Молдовы. И вот вы можете увидеть газопровод транзитный, который пока не открылся южным потоком. Это была единственная магистраль для поставки газа и в Румынию, и в Болгарию. Вот этот кусочек Унген-Яш, 120 километров, который стоял мертвым, и сейчас они говорят, что нас спасли от... То есть тарифы они повысили для сохранения национальной безопасности или укрепления, чистый бред. Сейчас они планируют за 60 или 70 миллионов евро построить еще один газопровод Сунген-Нобельцы, который сегодня просто не нужен. А вы понимаете, что эти 60 миллионов опять лягут на плечи наших граждан? И дальше я показываю вам цифры по всему региону по транзиту газа. Вот берем Суджа сегодня, это вход газопровода. И выход берем... Украина нет, это Словакия. Значит, мы имеем вход 16 долларов за тысячу кубов, выход 9,68. То есть самый дорогой сегодня, самый длинный маршрут сегодня, вот от границы Россия-Украина до Словакии. Значит, он стоит, транзит, 16... То есть, короче, он стоит 24-25 долларов, а у нас стоит 40. Я вам покажу другую таблицу, согласно которой у нас полностью упали все объемы по транзиту. Я опубликую, кстати, этот материал. Он будет очень интересен, особенно для специалистов. Смотрите, это все в миллиардах кубов. 2016 год, 18 миллиардов кубов в год. 17-20, но это все пока не было южного потока. Южный поток начал функционировать с 2020 года. 0,99, ну, то есть почти миллиард. 21-й год поменьше. 23-й год, 0,82 миллиарда кубов. О чем это говорит? Они говорят, что из-за того, что начали меньше газа транспортировать, поэтому они вынуждены были поднять цену. Ребят, вы просто сегодня негодяи, мошенники. Вы сегодня мало того, что взяли то, что вам не положено было брать, 1530 километров газораспределительных сетей, вы их забрали, и за них берете 176 миллионов лей, а за свои 120 километров у них хотели это все забрать, они не могли вернуть даже кредит берду. Понимаете? И 70 миллионов евро тихонечко перешли сегодня на плечи граждан. Поэтому они получают за 120 километров... Послушайте, мне не важно, это румынская компания, африканская, русская, немецкая, сомалийская. Вот такого при мне точно никогда не будет. Продолжение следует...